Здравствуйте, дорогие подписчики, уважаемые зрители канала Дмитрий из Орла. Я стою на уюте. В этом доме в советское время был магазин Радуга. Гастрономный продуктовый магазин. Это остановка. Магазин Уют. Сквер ветеранов. Да. Здесь когда-то были высажены саженцы, и вот они выросли в довольно-таки высокие деревья, достигающие пятого этажа девятиэтажного панельного дома. Магазин Эльдорадо. Там написано мебель, надо как-то зайти и посмотреть, что за мебель. Вот. А мебель в советское время продавалась вот в этом магазине Уют он назывался, мебельный магазин. Сейчас тут чего только нет, и аптека, и инструменты, и красное, и белое. А в следующем доме в советское время был магазин Сказка, и теперь там также Детский мир, тоже такой же профиль у магазина. Далее магазин Океан, ресторан Океан, и самый дальний советский дом, четвертый, вот это первый, второй, третий, четвертый, это гастроном Космос. За ним современник кинотеатр. А я нахожусь возле станции юных натуралистов. Там яблони, в общем, ряды яблонь вот видны за забором. Занимаются дети вот этими огородными садовыми делами, очень хорошее учреждение. А вообще тема этого ролика я хочу саженцы посчитать, потому что я люблю, когда деревья высаживаются, и вообще деревья люблю. И давайте сейчас на будущее, так сказать, на перспективу, посчитаем саженцы и сколько из них вырастет. Вот, дорогие потомки, кто будет смотреть этот ролик из будущего, посчитайте, все ли выжили. Считаем саженцы. Раз. Два. На втором мы сейчас посмотрим, что написано на саженце. Липоевропейская полида. Далее третий саженец. Мы тоже сейчас почитаем. Липоевропейская полида. Четвертый саженец. Считаем. Ну, в общем, разнообразия тут нет. Липоевропейская полида. Хорошо, хорошо. Будут у нас, значит, липы. Раз, два, три, четыре. Идем дальше считаем. Раз, два, три, четыре. Пять. Раз, два, три, четыре. Пять. Идут дальше саженцы считать. Шесть. Возле люка семь. Далее восемь. Где-то метров, наверное, в трех они друг от друга расположены. Этот будет девятый, прям напротив установки. Магазин Уют. Это десятый саженец. Это одиннадцатый. Двенадцатый саженец. Липоевропейская. Тринадцатый. Четырнадцатый саженец. Липоевропейская. Пятнадцатый. Точно это липа? Все липа и липа, да? Ну-кася. Липо, липо, она. Пятнадцатая липа. Шестнадцатая липа. Семнадцатая липа. Восемнадцатая липа. Вот, наверное, перед сном такое видео хорошо смотреть. Засыпаешь наилучше. Девятнадцатая липа. Двадцатая, так для разнообразия скажу, липушка, липушка, липушка. Липушка зеленая. Двадцать первая. Двадцать вторая. Двадцать третья. Двадцать третья липа у нас напротив входа в станцию ЮНАТОВ. Двадцать третьяя липа. Вот такая вывеска. Двадцать третьяя. Двадцать четвертая липа. Двадцать пятая. Двадцать шестая. Двадцать седьмая. Двадцать седьмая липа. Двадцать восьмая. Двадцать девятая. Двадцать тридцатая липа. Двадцать первая. Двадцать вторая возле люка канализационного. Двадцать третья. Двадцать четвертая. Двадцать пять лип. Липушек. Лип европейских липушек. Двадцать тридцать пять насчитал я. Ну что ж. Это прекрасно. Растите высокими. Мощными. Чтоб закрывали пешеходов. От дороги. От выхлопных газов. От шума. От пыли. Тридцать пять деревьев. Тридцать пять саженцев. Вот такие дела. Прямо тридцать пятое. Прямо. Почти что напротив угла. Магазина. Детский мир. Благодарю вас за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла в Яндекс Дзен. В Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. До новых встреч. Ну и вот эти еще деревья я сниму. Жалко будет если их снесут. Раз, два, три. Ну тут такие, они двойные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну в общем пять или шесть деревьев. Ладно. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok